Приветствую любителей Москвы! Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. Это Дубнинская улица, она в честь города Дубна, поскольку район это Восточный Дегунино, поскольку район находится на севере Москвы и собственно с севера идут дороги до города Дубна, которая находится примерно в 100 километрах к северу от Москвы. Ну и здесь находится единственный в районе Восточный Дегунино православный храм в честь преподобного православного святого Серафима Саровского. И то храм этот появился совсем недавно, в 2021 году, вот этот вот кирпичный, ну такой, можно сказать, полноценный храм, да, вот, в принципе, вполне себе такой стандартный, но полноценный. Вот, а до этого, надо сказать, что его пришественник был здесь деревянный храм, вот, тоже в честь Серафима Саровского, который был построен в 2014 году здесь, ну и простоял, собственно, вот, до постройки этого храма, то есть до 2021 года, потом его разобрали, вот, и увезли. Вот, в другое место, видимо, где совсем храмов нет, ну, видимо, это даже, скорее всего, не Москва, ну, не знаю точно. Вот, и построили вот этот храм, где-то 16-го года его строили, около 5 лет, и его в 19-м году построили. Вот, в честь Серафима Саровского, достаточно известного святого, ну, наверное, выбор был достаточно такой произвольный, просто очень известный действительно человек, в общем-то, его святость не оспаривается. Вот, кстати, изображение икона Серафима Саровского, есть частицы его мощей здесь, а в основании храма есть такая земля из канавки Богородицы, тоже взятая из Дивеева, где совершался, в том числе, служение Богу и Серафим Саровский. Ну вот, так что, вот, смотрите как, на 100 тысяч человек, даже больше, население Восточного Дикунина всего только вот один этот храм в этом районе. Поэтому, конечно, по воскресным дням, по большим церковным праздникам, здесь бывает просто столпотворение, очень много народу. Ну, а как видите, вот в небогослужебное время, в будние дни, здесь, в принципе, как видите, почти никого нет, наоборот. Ну, как обычно, вот, проблемы все бывают, именно воскресный день, ну, или, соответственно, когда бывают большие праздники, там Рождество, Пасха, ну, Пасха тоже, воскресенье. Вот, ну, в общем, такие вот большие церковные праздники, там Преображение, Вознесение. Вот, ну, тут церковная лавка, но, к сожалению, об этом храме нет вообще ничего, даже ни магнитов нет, никаких сувениров, ни книжечки, ни брошюр, чтобы почитать, то есть, вроде, книг довольно много здесь, как видите, да, вот, и разных таких церковных праздничных, но они все такого общего характера, как обычно, а именно вот касательно этого храма ничего нет. Ну, это такая типичная история, почти во всех новых храмах примерно одинаково. Ну, здесь довольно много икон, есть частицы мощей, это не только Серафима Саровского, ну, и Николая Чудотворца, также Вифлеемских младенцев, убитых Иродом в первом веке. Вот, ну, собственно говоря, когда вот Христос родился на земле. Вот, ну, и, собственно, вот эта территория, да, видите, Дубнинская улица, здесь район такой довольно интенсивной жилой застройки. И вот здесь, на такой-то огороженной территории, где когда-то раньше был просто пустырь, был просто пустырь, и, ну, скажем так, футбольное поле когда-то еще, когда-то еще давно было, чуть-чуть советских времен там оставили, видимо, территорию специально не застроенной, чтобы хоть какое-то свободное место было, потому что вокруг довольно много домов, в самом девятиэтажных, очень много девятиэтажек панельных в Восточном Дегунине, но в то же время, как видите, уже есть уже и высотные дома, тоже построили, еще больше уплотнили район, тоже, в основном, при Лужкове, но сейчас тут строительства фактически никакого нет, то, что же, по сути, строить негде, и вы храм, по сути, сделали просто на той территории, на которой было возможно, потому что других свободных мест в районе тут практически нету, поэтому не все, конечно, довольны, вот что этот храм построили, жители вот этих домов, в части вот этого дома 17-этажного, вот 53 корпус 2, который был как раз вот этот, Лужковский дом был построен в 2000-х годах, вот, а почему недовольны, ну, во-первых, потому что, вроде как, свободное место отобрали, ну, площадку, хотя все-таки там часть оставили, какая-то небольшая прогулочная территория все-таки там есть, ну, знаете, здесь устраивали всякие ярмарки выходного дня, тоже одно время, еще аттракционы тоже детские были, ну, конечно, людей где-то понять можно, ну, и кроме того, очень недовольны, ну, многие недовольны, конечно, прежде всего люди неверующие, тем, что колокольный звон, очень сильный колокольный звон, ну, мешает тоже вот спать, потому что службы часто рано начинаются, не все же рано встают, да, есть люди, которые там могут и в 9, и в 10 часов вставать, даже в 8, ну, а сейчас служба бывает и пораньше, вот, ну, и, в общем, как-то не все довольны, но, с другой стороны, еще раз повторюсь, что место фактически в Восточном Дегунине, где можно было бы построить храм, практически больше-то и нет. Так что здесь вот на пересечении вот этой вот Дубнинской улицы, которая, кстати, является основной улицей этого района Восточной Дегунина, и улица Зарянова, бывший безымянный проезд, а потом вот в 2015 году дали название в честь Героя Великой Отечественной войны Николая Зарянова, вот и построили вот этот вот храм здесь, сначала деревянный, ну, а потом вот и теперь, как мы видим, обычный кирпичный храм, стандартный. Вот, ну, тут еще идет строительство дома священника, приходского дома, как видите, то, что будет дальше еще немножечко строиться тоже, как бы комплекс такой, да, вот такая вот территория. Ну, я думаю, что всегда можно было бы найти какой-то компромисс, и, на мой взгляд, ну, можете отказаться от колокольного звона, конечно, это сложно все-таки, ну, это традиция такая православная, ну, просто, знаете, быть можно было бы звонить просто намного меньше, просто тихий такой маленький небольшой колокольный звон, чтобы он не мешал людям, а говорят так, что даже стекла звенят в некоторых домах, ну, не знаю, насколько это правда, может, это преувеличение, ну, понимаете, можно просто было бы звонить чуть-чуть поменьше, даже вот немножечко, да, сделать, вроде, чуть-чуть позвонить, и все, буквально там, может, в течение одной минуты, да, и, на мой взгляд, это был бы разумным нормальным компромиссом вот чем вот так вот продавливать как бы таким жестким методом вот она надо вот мы и будем так положено так вот ну да так положено есть устав определенный там и колокольного звона и все такое но с другой стороны все таки тоже надо же и навстречу людям пойти тем более если православное христианство все-таки тем более все-таки религия любви до смирение уважение к людям милосердия нужно как-то и понимать что ведь не всем это нравится есть люди неверующие ну вот как кстати колокольни ведь она не очень большая вот получилось ведь она такая маленькая ну вообще надо сказать что конечно как часто бывает но вообще на и свои тут проблемы с финансами и тоже все это долго создавалась на всем очень во многом экономили вот так что в общем то конечно все получилось довольно таки скромно вот но в то же время еще раз повторюсь что храм вполне себе такой стандартный в общем то по размеру волне такого районного значения но поскольку он один всего на весь район более чем статтысячный то понятно что именно вот воскресенье прежде всего именно в этот день да по воскресеньям до места часто не хватает но опять же понимаете ведь можно было бы как выйти из положения да можно было построить и прям буквально еще рядышком еще один храм да вот ведь и почему не построить рядом еще храм и территории то есть но построите вы еще тогда вот точно такой же храм еще один построить но будет два храма вот они будут и назовите как-нибудь допустим там но в честь еще какого святого допустим и там через каких-нибудь там господских богородичных праздников и так далее событий евангельских мы все вот вам пожалуйста два храма и вот и будет все таки вот тогда уже практически проблема будет решена понимаете почему не построить вот еще рядышком еще один такой же храм мне совершенно непонятно территории вон вполне позволяет ну вот кстати шатровый верх видите там еще кстати есть нижний храм он как верхний храм в честь серафима саровска еще нижний храм есть икона божьей матери дальней моей печали вот ну а адрес имеет храм дубнинская улица 20 айзей кстати в общем довольно таки удобно добираться если вот на пешком от метро это ближайший метро это верхний лихобор вот это салатовая ветка пешком далековато идти но хотя можно конечно там как раз вот около метро верхний лихобор и там как раз и дубнинская улица начинается неподалеку от метро там вот за бескутниковском бульваром чуть пройти и начинается улица вот а это к середине здесь улицы да но можно проехать на автобусе там есть несколько автобусных маршрутов и прям рядышком с этим храмом находится автобусная остановка вот дубнинская улица дом 20 она называется и прям выходишь как я прям вышел сразу прям может быть буквально в храм попал и вот сразу прям вход не надо даже не никуда вообще идти через и че искать вот все и по-моему даже называется остановка сейчас зубнинская улица 20 храм серафима саровску то есть такое двойное название установки ну вот но и вокруг вот такая вот застройка плотная это вот исторически трясами краем бескутникова здесь вот там как раз храм находится ну а рядышком третьими третьими кроме бескутникова ну еще исторически тоже когда-то здесь было именно бескутникова поселок еще подмосковный поселок бескутникова большой был район такого и потом бескутниковский район был москвы но такого района то не было в советское время восточный дегунина тоже только в 90-е годы появился поэтому исторически это района вот бескутникова и с одной с другой стороны чуть и за по ту сторону 14 микрорайон бескутникова так что наверное не все захотят пищать от храм понятно что конечно тут какой-то древность сложно искать какую-то большую историю нам намоленность этого храма тут все еще в общем только начинается недавно началось ну храм по-своему такой вполне себе нормальный обычный и если так будете где-то вот в районе этой улице то в принципе посетить его вполне и не помешает до новых встреч а